Сила крови Иисуса Иисус, Иисус Одна капля Одна капля его крови Имеет больше силы, чем все ангелы во славе Давайте скажем на это «да» Присаживайтесь Одна капля крови имеет больше силы Чем все ангелы, собранные вместе Теперь вы не должны ждать Вы не должны ждать так долго Пока Бог ответит на вашу молитву Больше ничего не препятствует чудесам Чудеса не нуждаются в том, чтобы кто-то помог им прорваться Потому что есть кровь Иисуса В 9 главе послания к евреям мы читаем Что небеса были очищены Мы удивляемся, что означает, что небеса были очищены Кто-нибудь может помолиться минутку в Духе Святом? Я чувствую Об этом говорится в 23 стихе 23 главы послания к евреям О Боже! Вы видите? Когда мы говорим о крови Иисуса, то демоны убегают, как трусы Демоны бегут, как трусы Вот почему вы чувствуете свободу в окружающей атмосфере Вот почему вы чувствуете свободу в Духе Святом Вы чувствуете, как что-то готово вырваться из вашей души Когда вы говорите о крови Христа Когда вы говорите о его крови Сатана не может это выдержать Демоны склоняются Демоны бегут Демоны боятся слов о крови Иисуса Она заставляет ад дрожать Убегать и прятаться Убегать и прятаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 к Господу. И он был одет в эти чудесные белые одежды, Ефот. А на Ефоде было двенадцать драгоценных камней. На его плечах было два других камня, а внутри Ефода были Урим и Тумим, пророческие камни. Он был одет по-царски, величественно. И теперь Бог говорит Моисею, возьми кровь и полей на его одежды. Эти прекрасные белые одежды были окроплены кровью, и никто не смывал ее. Его одежды были окроплены кровью. И когда он зашел в присутствие Божье, то появилось облако. От ворот до святого святых тек поток крови. И сила Божья была там благодаря крови. Но Библия говорит, что не только образы очищаются кровью, но и само небесное лучшими сих жертвами. потому что кровь животных должна была очистить все внутри скинии. Но когда Иисус вошел в небо, то его кровь очистила человечество и открыла людям путь к Богу. Поэтому сегодня, когда вы приходите к Отцу, вы говорите, «Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса!» Это дает вам полное право приходить через кровь Иисуса. Мы приходим к Богу путем новым и живым через кровь Христа. Бог слышит нас через кровь. Бог отвечает нам через кровь. Мы принимаем чудеса через кровь. У нас нет соперников. Падшие ангелы склоняются, когда мы говорим, «Кровь Иисуса!» И именно кровь Иисуса приведет его назад на землю. Именно кровь Иисуса приведет церковь к славе. Потому что путь открыт. Вы слышите, о чем я говорю? Путь открыт. Когда Иисус пришел со своей кровью, то падшие ангелы преклонились. Так и произошло. И теперь послушайте меня. Все мужья и все жены. В 11 главе 1-го послания к Коринфянам есть стих, и я не буду подходить к нему издалека, а скажу прямо. В нем сказано, что женщины должны покрывать себя перед ангелами. Кто-нибудь из вас читал такое? Вот что это означает. Я говорю не о том, что замужние женщины должны покрывать свою голову платком. Но это означает, что они должны быть под защитой мужа. Муж — это их защита. Потому что когда муж защищает жену, тогда падшие ангелы, начальство и силы тьмы, не могут ее атаковать. Женщины, которые не имеют покрова, являются открытыми целями для падших ангелов. Вы этого не знали? Эти начальства и власти тьмы находятся на высоких местах, братья и сестры. В царстве ада есть пять категорий. Мы сражаемся не против людей из крови и плоти. Мы сражаемся с демонами, против власти тьмы, то есть против ее главных правителей. Также мы сражаемся против, так сказать, сержантов, которые находятся под силой этих главных правителей. И затем мы сражаемся против духов злобы поднебесной. Это все еще относится к падшим ангелам. И пятое. Мы сражаемся против мужчин и женщин, которыми завладели бесы. Таковы эти пять категорий. И эти главные правители тьмы высматривают женщин, которые не имеют покрова. Поэтому, мужья, Бог дал вам силу, чтобы защищать свою жену. Потому что сила Божья идет от главы. Вы меня слышите? Если у вас нет мужа, то ваша глава – Иисус. Иисус – ваш покров. Если ваш муж ушел от Бога и оставил свои обязанности, то помните, что у вас есть ваш небесный супруг – Иисус. Поднимите свои руки и благодарите его за то, что он для вас сделал. Я должен был сказать это, потому что это важно. Когда Бог Всемогущий очищает вас кровью Иисуса, как сказано в книге Руфи 3.3, «Умойся, помажься», для вас становится доступным помазание. Но, во-вторых, вы должны погрузиться в Слово Божье. Божье помазание приходит, во-первых, тогда, когда кровь Иисуса омывает вас, и затем оно приходит, когда вы наполняетесь Словом Божьим. В книге Иова 29.6 сказано, «Когда пути мои обливались маслом, и скала источала для меня ручьи и лея, когда Слово Божье начало насыщать мою душу, как масло, это уже не молочко. Христианам, которые плохо кормят своего духовного человека, рановато говорить о помазании. Они не знают, что с ним делать. Это малое, это скудная пища, не даст вам помазания. Всего лишь одна короткая проповедь, воскресное утро, не даст вам необходимой силы Божьей. Поэтому, когда приходят демоны, люди не знают, что с ними делать. Но когда на вас сила Божья, вы говорите, «Я изгоняю тебя во имя Иисуса!» Уходи во имя Иисуса! Когда сила Божья пребывает на вас, то тогда и только тогда вы можете возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Люди, у которых скудное духовное питание, не могут изгонять бесов. Когда они возлагают руки, им не стоит возлагать руки на одержимых людей, потому что если делать это, то этот бес может перейти на них. Рук ни на кого не возлагайте поспешно, чтобы не сделаться участником их грехов. Поэтому люди, которые возлагают руки на одержимых бесами людей, поступают не по-библейски. Нет ни одного места Писания, в котором говорилось бы, что Иисус возлагал руки на одержимых людей. То же самое относится к Павлу и другим апостолам. Они просто говорили бесам, «Выйди вон!» «Когда на вас сила Божья». Позвольте, я немного вернусь назад и кое-что вам скажу. Когда христиане плохо питают своего духовного человека, Бог не проявляет через них свою силу. Они не подходят по требованию помазания, потому что не знают, как использовать его в зрелости. Поэтому они приходят и стараются сгнать беса. А бес говорит, «Нет». Как бес мог бы сказать «Нет», если там была бы сила Божья? Бес не мог бы сказать «Нет». «Выходи!» «Нет». То бесы уходят очень быстро. Вот так. Потому что елей Божий повлиял на жизнь верующего, который теперь изгоняет бесов и исцеляет больных. Когда я мыл свои ноги елеем и начал насыщать свою жизнь Словом Божьим, вот почему я говорю, чтобы люди подчеркивали стихи в Библии. Подчеркивайте стихи. Запоминайте Слово Божье. Подчеркивайте, чтобы знать, что там говорится и где это место. «И найдет на тебя Дух Господень», сказал Самуил Саул, «и ты сделаешься иным человеком». Вот что происходит, когда на человека сходит Дух Святой. Этот человек становится другим. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком». Очень важно пребывать в Духе Божьем. Ведь когда мы в Нем пребываем, то становимся другими людьми. Мы сокровища в глазах для Господа. И когда мы пребываем в Нем, Он использует нас, как свои сосуды. Именно тогда мы начинаем жить в свободе от греха. Потому что там, где Дух Господень, там свобода. Свобода от греха. Поймите, мы не можем победить сами. Мы не можем победить сами этот мир. Мы не можем победить сами грех или искушение. Это невозможно. Вы можете молиться, «Господь, избавь меня от искушения». Но без Духа Святого ничего не выйдет. Ведь именно Его сила освобождает нас. Это делает не наша сила. Это не наша сила. И даже не наша молитва. Потому что мы просто молимся, чтобы это совершил Дух Божий. Дело не в нашей молитве, а в Его силе. Сегодня я прошу Бога наполнить вас заново. Вы слушали учение о передаче «Помазание». И это сейчас происходит. Это то, о чем я учу в Калифорнии, в нашей студии. Я говорю вам, присутствие Божье просто захватывает. Потому что многие мужчины и женщины, такие же, как и вы, смотрят эту передачу, жаждут. Они жаждут. Чего? Присутствие Божьего. Вы жаждете не просто атмосферы, но жаждете самого Иисуса, источника славы Божьей. Писание говорит, что он есть образ славы Божьей. Если сегодня вы хотите увидеть славу Божью в своей жизни, вы должны знать, что ее источником является Иисус. Взирайте на Него. Слава приходит через Него. Примите ее сегодня, когда мы молимся. И Божье присутствие сойдет на вас. Дорогой Иисус, мы приходим к Тебе в молитве, и я прошу Тебя, Господь, пусть всякие оковы разрушатся и исчезнут. Пусть всякая тьма уйдет из жизни тех, кто смотрит сегодня нашу передачу. И я молюсь, дорогой Иисус, чтобы Ты принес мир, спокойствие и полноту, чтобы каждый человек, который нас сейчас смотрит, пришел к месту полной реализации, к месту, где мир Твой будет в нем превыше всякого ума. Мир мой даю вам, сказал Господь, не так, как мир дает. Дай им удовлетворение и полноту Духа во имя Иисуса. Но это еще не все. Это не только говорение на языках. Это не только дары Духа. Это не только чудеса. Это не только атмосфера Божьего присутствия. Это намного больше. Небеса наполнят ваше сердце и вашу душу. Но это еще не все. Вы владельцы всего этого. Достаточно лишь попросить, дорогой Иисус, увеличь нашу возможность принять это во имя Твое Святое. Господи, я молюсь, чтобы каждый человек, который имеет в своем теле болезнь, был исцелен. Удали всякую болезнь. Чьи-то уши только что были исцелены. Кто-то только что получил исцеление от рака кожи. Бог исцеляет от опухоли мозга, когда я говорю. Уменьшается опухлость ног, особенно правой ноги. Кто-то исцеляется от экземы. Кто-то исцеляется от фибромиологии. Я проклинаю эту болезнь. Мужчина получил исцеление от алкоголя. Джимми. Джим, вас называют Джимми. Бог только что исцелил вас от алкогольной зависимости. Господь, прикоснись ко всем, кто испытывает в этом нужду. Аминь. Вы чувствуете помазание? Я чувствую. Я хочу, чтобы вы получили учение, которым я сейчас делюсь. Оно называется «Внезапно с небес». В нем я учу о явлении Святого Духа в Ветхом Завете. Например, впервые в книге Бытие он появился в виде голубя. Второй раз он пришел в виде дыхания Божьего. И я объясню это, потому что то же самое происходит в наших жизнях. Когда мы принимаем спасение, сначала мы познаем его как голубя, который приходит и превращает наш хаос в красоту. Затем он приходит к нам в виде Божьего дыхания, которое открывает нам Бога и Его. Затем он открывает Христа в полноте, когда является с Херувимами в Ильямском саду, в третьей главе Бытия. Затем он является в виде Слова Божьего. Затем в виде облака славы. И так далее. Вы должны получить все учение, потому что оно наполнит ваше сердце и даст вам духовную пищу. Нам нужно Слово Божье, чтобы быть сильными. В Писании сказано, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Как? Пусть Слово Христово обитает в вас. Вы не можете сражаться с врагом и победить его без Слова Божьего, которое питает вас. Это просто невозможно. Вы должны принять для себя Слово от Господа. Приобретайте это учение, потому что это ценная информация. И сейчас я предлагаю вам первую часть, потому что я все еще учу ему. Я не хочу ждать, пока закончится все учение. Я хочу поделиться с вами первой частью уже сейчас. Я учу об этом уже восемь недель.